Тут уже много было сказано как раз того, о чем я хотела бы поговорить, но все равно хочу подчеркнуть важность тех проблем, которые стоят на повестке дня у нас в регионе, реформы судебной системы, также достижение гендерного равенства. Тут говорилось об этом. Конечно, пандемия оказала отрицательное воздействие на все наши деятельности, на усиление, углубление проблем, но, тем не менее, мы все это делаем в рамках восточного партнерства на основе самых основополагающих принципов. И то, что мы будем включаться в программу действий в соответствии со второй основой надлежащего управления, очень важно повышать устойчивость нашего партнерства, бороться с угрозами безопасности, которые множатся и делаются все более разнообразными, как для наших конкретных обществ, для наших общественных организаций, которые лежат в основе демократической системы, в рамках реформаторских усилий, так и в всех государственных местах. Очень важно вырабатывать надлежащую политику. Но мы начинаем же не с нуля. Мы, конечно, уже значительно укрепили нашу финансовую и техническую помощь в рамках восточного партнерства. И разработали, выполнили целый ряд программ двустороннего, многостороннего сотрудничества. В частности, у нас есть партнерство с Советом Европы в рамках надлежащего управления. И это, прежде всего, нацелено на страны восточного партнерства для того, чтобы привести ближе, гармонизировать политику этих стран и управление в этих странах с Европой. И мы работаем над установлением органов против коррупции, борющихся с коррупцией. Еще вторая программа, которая упоминалась здесь, это программа по интеграции с Европой. Это между ОБСЕ, ЕС и антикоррупционная работа в рамках государств и правительств. Это будет поддерживать деятельность стран восточного партнерства для того, чтобы проводить реформы по созданию открытых правительств, реформы по гендерному равенству. Эта программа нацелена на создание равных возможностей для женщин и мужчин. И мы работаем над повышением информированности населения в том, что касается насилия в семьях. И также мы стремимся к тому, чтобы достигнуть равенства во всех областях работы и деятельности Евросоюза в наших регионах. Также есть программа, которая нацелена на создание и укрепление независимых средств массовой информации в странах восточного партнерства. Целая программа поддержки таким СМИ и финансовой, и другой. Мы получили 200 миллионов евро в виде гранта для этих целей в целях установления демократии. Еще целый ряд программ Евросоюза по установлению надлежащего управления в регионе. Тут упомянулось то, что мы делаем на основании принципа «больше за больше», и мы получаем дальнейшее содействие в этом направлении. Также хотелось бы подчеркнуть, как господин Чолес уже говорил, «Партнерство основано на ценностях», и в таком духе мы и работаем по реализации вышеназванных и других программ. Благодарю вас. Спасибо большое. Ну что же, а теперь мы переходим к дискуссии. Я прошу...